Жители Коченевского района остались без связи. Такую ситуацию смоделировали в ходе учений Министерства цифрового развития, МЧС и операторов связи. Специалисты отрабатывали алгоритмы при чрезвычайных ситуациях. Как меняли оборудование на высоте, под землей и на поверхности, наблюдала Екатерина Новгородцева. Машины, ремонтные бригады и множество оборудования. По легенде, в Коченевском районе сломалась вышка сотовой связи. У каждого из участников учений своя задача. Возобновить подачу электроэнергии, заменить блоки питания, починить антенны на высоте в нескольких этажей, найти и устранить повреждения кабеля. В реальной жизни это происходит при несанкционированных земляных работах, когда не вызывается представитель, который может указать место размещения кабеля в грунте. Есть для этого специальные приборы. Также это могут быть различные стихийные бедствия, оползни, какие-то вымывания грунта. На диагностику и устранение поломок у бригад 20 часов. Но многие говорят, что справятся гораздо быстрее, ведь опыт есть. Такие тренировки в нашем регионе проводят с 2017 года. Каждый раз задачу усложняют. Как раз из новых вводных, которые в этом году. Это включение, подключение межоператорского роуминга, когда расположено несколько операторов. У кого-то выходит станция из строя и оставшийся оператор связи, либо тот, кто приезжает с мобильным пунктом. У нас есть примеры КАМАЗ от Мегафона, который поднимает на высоту 30 метров. Радиус охвата 20 километров. То есть в радиусе 20 километров можно жителям обеспечить связи. За ходом тренировки наблюдают сотрудники МЧС. На учениях проверяют не только подготовку специалистов и правильность выполнения работ, но и наличие всех необходимых документов. Это допуски по электробезопасности, допуски на верхолазные работы, потому что это все должно быть. Но это больше, конечно, операторы связи сами заботятся о своем допуске. Мы контролируем, что это все действительно проходит так, как должно быть. Данные проверки проходят на территории всей Российской Федерации. Они определены на вышестоящем уровне. В этом году сотовая связь придет в 70 малых населенных пунктов Новосибирской области. А за три года она появится во всех селах, где живет не больше 500 человек. Екатерина Новгородцева, Родион Токарев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин